Бояться там не надо вообще, сейчас можно туда ехать, мы там в годах тут были с семьёй, поднимались аж на их дружбу, все улыбаются, все в доску своей. Даже были на презентации книги в Нальчике, в университете Кабардино-Балкарской, там нас было полношёт всех русских в большом зале, все остальные Кабардино-Балкарцы были там, все кавказские орлы. Отличное отношение к русским, великолепно они там говорили о родстве русского и Кабардино-Балкарского народа. Я там, узнали, что я из Томска, мне там сразу место оказалось в этом президиуме, даже попросили меня несколько слов сказать, я им сказал, приезжайте к нам, вы в горах специалисты, мощно работаете, горцы, давайте к нам на сбор в Сибири. Полно помогать и в наших экспедициях. Они не против. То есть тут же начался мост. Меня тут принимает русское географическое общество Кабардино-Балкарии сразу. В общем, отношение вот такое. Не надо бояться Кавказа. Кавказ сейчас совсем другое, и на самом деле всё в порядке. Они признают силу, а русские сейчас огромная сила на насильном Кавказе. И причём сила серьёзная. И эта сила возникла спонтанно. Даже тут не моя заслуга. Хотя я написал в одной из своих книг, там, «Рокозавнившийся Абадами» о русских государственных национальных центрах, культурных центрах, по развитию и сохранению нашей культуры. Они это сделали перед меня. Они, вот, в Петригорске собрали все общины русские в один кулак, в один центр, да, организовались. Тут же, значит, очень сильно провели работу в плане дрессировки этих взорвавшихся мусульман на месте, да. Там воинское искусство у них там казачье на хорошем уровне оказалось. Вот. Быстро создали свои силовые центры, причём так сделали, что незаметно, но очень серьёзно. И подавили просто-напросто вот это вот силовое движение на русский. Сейчас Кавказ свой. Понимаете, очень нормально. Они признают силу, сила есть сейчас, всё нормально. Единственное, там, у них есть с армянами какие-то отношения, не очень, которые ещё не сложились. Хотя с чеченами отличное отношение, с кабардинцами отличное, с балкарцами великолепно, с черкесами прекрасно всё, с адыгейцами вообще проблем нет, ну, всё хорошо, да. А вот с армянами, ну, там, когда что-то случается, то тут же СБшники сами звонят в этот русский национальный центр, говорят, ребята, только не начинайте драку, драку межэтническую. Мы сами разберёмся, мы найдём этих друзей, кто это наделал, накажем. Ну, то есть, получается, понимаете, какой эффект, который даже я не предполагаю, спецслужбы стали, это подстегнуло спецслужбы по работе. Понимаете, вот когда создался этот центр национальный, да, это подстегнуло спецслужбы. И они боятся, что начнётся межэтническая свара, дойдёт до Москвы. А это плохо. Поэтому они стараются, говорят, ребята, вы там, не надо там, мы сами всё разберём и отчитайте. То есть, спецслужбы, да, эти межэтнические органы отчитываются перед русским национальным центром. Понимаете, какая сила? Это вот Пятигорск. Это Пятигорск, это Сталинка, это Армавир. Вот такие дела. Там они, вот там, Пятигорске создали музей прекрасный, свой, да, вот, там масса находок скифских, там, сарманских, там, копья, там, ничиих, там, сабли, там, целый стеллаж, там всё. Это всё национальное, приходят туда все, вот этот национальный русский центр, и кабардинцы, и балкальцы, и огняни, и чечены, и русские, сядь за одним столом, садятся, всё решают, все вопросы, вот как надо работать, вот так. Они вот это сделали, и просто, когда моя книга вышла, у них это уже всё было, они говорят, а, не прочитали у тебя, а у нас уже всё работает. Вот, я понимаю, народ там, конечно, не спит. Ну, а в Краснодаре, там это уже, вы сами понимаете, это, так сказать, передовая, передовая линия борьбы, вот, с шовинизмом, имею в виду, кавказским шовинизмом, который, собственно, всё время, всё время стимулируется западом, да, вот, в частности, халифатом в настоящее время, да, там есть такие, конечно, элементы, есть, ну, в Краснодаре там очень серьёзное казачье движение, кубанских казаков, там идут обычно, вот, даже патруль идёт, идёт милиция, полиция наша, казаки, вот, всё честно, всё порядочно, всё нормально, никаких вопросов. У вас какие-то вопросы, наверное, по книжке, да, по Москве, наверняка, в вашем сентябре? Последнюю книжку можно будет? Последнюю книжку можно будет? А я откуда знаю, я вообще не знаю, где книги, какие книги. Вы сказали, на сайте, вы где книжки. А я не знаю, кто их принесёт, я же их не продаю, это же, меня, у меня самого одна книжка. И то я пытался её купить, а потом жались на многих, ну, как, если её продавать, твоё же книгу, мне просто её отдали в Краснодаре. Я первый раз в Краснодаре её увидел, последнюю книжку. У нас это здесь есть. А как назвать её последнюю? Последнюю книжку, там, по-моему, назвали «Тайная история психофизика русского народа», по-моему, так, или неизвестная история. Ну, да, ну, вот где-то тут, вот, поднимусь. Вот, значит. Посмотрите, а я даже не называл, они там сами назвали. Я свои книги не называю. Вы думаете сами, как она лучше пойдёт, вот, этим, издателям. Ну, по-моему, своим издателям. Мне там, по-моему, как, сон, вы... Правда, бывает так, что я отказываюсь от такого названия. Ну, в исключении снафер-классиатом, в этом самом, в Краснодаре. Ну, ты там про долголетие, я говорил, ну, как, Господь Читович. Видите, какая вещь? Это тема. Вот, сегодня вот мне Сергей сказал, что делать. Вот он стоит, Сергей. Он правильный вопрос задал с самого начала, что делать. Я тоже, вон, где-то куда можно задавать. А ты говоришь про долголетие. Ты делай не долголетие. Видите, тут вот какая вещь. Вот самый правильный вопрос, что делать. У нас на Руси, это же, вы сами, это русский вопрос. Но ты говоришь, виноватые, что делать. Вот, виноват, вы, наверное, понимаете, не надо объяснять, был ли виноват, да? Есть группа самых неприкасаемых. То есть, не есть, не сижу, а сверху. То есть, на них законы не распространяются. Их много. Но это не банкиры, это не политики, естественно. Политики и банкиры, это тоже пешки, которые выполняют свои определенные функции. Есть другие, которые стоят над, и которые живут столько, сколько хотят. Поверьте, это мы живем очень мало. А те живут столько, сколько хотят. Они могут жить и тысячи лет. И они живут. И когда-то человечество тоже владело вот этим вот. Ты не эликсир бессмертия, а это просто образ жизни. Образ жизни, который позволяет жить очень долго. Пока ты не выполнишь все свои функции по жизни. То есть, свое предназначение. Вот это все у нас сейчас отобраны. Что сделали? Они фактически эти вот неледи, эти неледи, хотя ругают там Родчугов, ругают там Рокфеллеров, ругают там Варбургов, Кунов, Абрахамсов. Там их много, 370. То есть, можно хоть заругайся. Они такие же. Так же умирает, как и мы. Так же живут очень мало. Рокфеллер сейчас уже шестое сердце ставит себе. Все пытается цепляться за жизнь. А самого главного они понимают, что то дело это не в сердце. И организа человека это не механическая система. Это больше духовное. И зависит от высших энергий. Его продолжительность жизни. Вот этого биомеханизма, который называется тело человека. Это зависит от совсем других причин. А Рокфеллер пытается лечиться по Гиппократу. Как кто начинает по Гиппократу лечиться, знаете, это люди пешки. Все пешки. Гиппократ для того и создал свою медицину, чтобы превратить человека в биоробота. Собственно, вся наша медицина, так она и работает. Я хочу о другом. Вот вопрос Сергей задал страшный. Что делать? Правильно. Что делать? Во-первых, мы не касались очень долго вопросов программирования подсознания. Потому что это очень сложный вопрос. Если его зацепить, сейчас начнется паника. У людей начнется просто паника. Я постепенно подходил к этому вопросу. Рокфазом Миши Абагамни, книга, она как бы в стороне. Она подходит вот эти вот вещи. Там стратегия показана. Там стратегические вопросы, которые очень понравились нашему правительству. Кстати, я бы его книгой не видел вообще. Но она вышла. Она сейчас будет запускаться в Германию. Уже перевели на немецкий язык. На английский перевели эту книгу. Удивительно, что в Европе спецслужбы языки не запрещают. Вот это вот непонятно. А в России тем более. Но есть другая книга у меня. Это «Все неожидные богов и кормечники». Вот там у меня даны технологии программирования. А там влияние на наше подсознание. Я просто показал некоторые вещи. Не все, конечно. Нет у меня там табаке, там ничего, алкоголь не задет. Там только несколько вещей задет, которые серьезные. Потому что если все это расписывать, то надо вот такую книгу писать. И техники. Техники вот этих воздействия на подсознание. То есть что? Нас практически всех с детства, всех нас программируют. То есть человек – это компьютер, здоровенный компьютер. Наше подсознание так и работает. И это подсознание программируется системой. Нас вводят в иллюзорный мир, в котором мы же должны жить. Под систему прогнувшись. Служа верой и правдой системе. Отдавая ей свою энергию, отдавая ей жизнь, отдавая ей все самое лучшее. Вот. Ну, вам хочу пример привести. Вот как это работает. Вот помните, может быть, кто в Советской Орине жил. Вот недавно мы с моим другом, мы с Георгием на эту тему рассуждали, по дороге ехали. Был такой лозунг «Все лучшее детям». Помните? Казалось бы, какой лозунг обалденный. Ну, «Все лучшее детям». О чем мы получили? Мы получили уродов детей своих, уродов кончились. А они потом, эти дети, перестройку поддержали, развал СССР поддержали. И кричали «Ура!», когда гиб варшавский договор, когда мы теряли Азию. Они говорили «Зачем? Зачем? Все это наше будет, все эти деньги нам пойдут». Они там в варшавский договор вбухивались, а теперь они к нам. Мы будем этим, понимаете? То есть воспитали всего-навсего. Вот один лозунг был заброшен, начали работать по этому лозунгу. Как мы воспитывали своих детей? Мы их воспитывали как тепличное растение. Вот мы страдали, вот у нас там война была, разруха, там голод. А пусть там Ванечка, Петенька хорошо поживет. А то, что Петенька, Ванечка становится потребителем, он может только потреблять, ничего не созидая. А потребитель, это же помойная яма, его же не наполнишь ничем материально. Потому что материальное все, вот вспоминайте слова Абая, кто Абая читал, великий философ Казахстан, он как говорил, все приедается, все приедается. Красивая женщина приедается, гарем приедается, все. Хороший конь приедается, богатства любые, все становится ненужным. То есть все материальное, да, все, что связано с материальным, все приедается. Только не приедается процесс духовный. Это процесс любви, верности и познания. Вот эти вот вещи, они всегда остаются в человеке. Вот это главное, это духовный путь человека. А вот этот лозунг, все лучшее, что лучшее, материальное. И вот далее это материальное. А разве можно наполнить эту утрогу материального, когда сознание материализованное, дай, 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 хочу, хочу Луну. А Луны нет, что делать? Давай развалим страну, все это наше будет. Мы же поддержали перестройку, кто поддержал? Ведь народ не поднялся, народ не пошел, народ не смел, все это в Москве, к чертой матери. Там поднимались люди в Москве, нормальные были такие, но их тут же подалили, уничтожили. Вот, вот проста вещь, что программирование нашего что? Подсознания. Всего, да, всего один лозунг. И раскрутка по этому лозунгу. Я просто вам пример привел. А сейчас дети наши какие? Они что, не потребители? Еще какие потребители? Дай. И причем они требуют, как будто это действительно вот обязаны все, кругом им все обязаны. А что дальше будет? Новая перестройка? Опять на них, на них, новая революция, опять на них ставку сделают. Понимаете? Они опять пойдут, дай. Вот страшно что. Я хочу что сказать, что система программирует под себя рабов. Вот все эти, вот все обыватели, но мне не обижать, если я не хочу никого оставлять. Это рабство. Это самое настоящее рабство, невидимое. Стены вот эти вот, они невидимые абсолютно. Закон, 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 закон. И ты между законами крутишься. Вот простая вещь, вот даже сейчас. Машину мы в Краснодаре купили. Ну, я взял машину, потому что нужна машина. Вот, и что же? Нам говорят, надо, чтобы страховку оформить, ты должен застраховать вот эту движимость, машину, привязать к недвижимости, страхующую и квартиру. Ну, если у меня ее нет, квартира. Например, да? Дом, а вот дом нет. Дом не страхуется. Где квартиру взять? То есть, вы понимаете, и ты ничего не сделаешь. Это, эти рамки закона, потому что система опирается, что? Вот это беззаконие опирается на силовую структуру, да? И ты ничего не сделаешь машину, на ней не приедешь, потому что вот и пришлось нам где квартиру брать, в Томске квартиру друга, что? Понимаете? Я вас примеры привожу. Что делается? Так это везде так. Крючок, 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 как вот говорит Георгий Сергеевич, вот мой друг. Кручки кругом, на этих крючках нам мы висим. Ну, чтобы мы не возмущались, не дергались, да, нам нужно что, ввести программу покоя, счастья, так и надо, чтобы мы не возмущались, что это несправедливость. Закон, общий закон мироздания, закон справедливости, он же существует, он же есть. Закон справедливости, это как раз закон, который показывает истинное. И ради истины мы и живем на свете, мы часть, мы часть Творца, и мы ищем эту истину, наш путь поиска истины. Вот так. Вот я просто пример вам привожу, что творится. И никто не знает, думаете, знает там президент, что делают страховые компании, но он тоже не знает про это. И даже, наверное, думи никто не знает. Однако это делается вот на нижних уровнях, да, эти вот связи, раз-раз, они договорились между собой, да. И вот ты, хоть ты плачь, должен, так ты три тысячи заплачешь, а ты плачешь шесть тысяч, это страховые компании. Она получает деньги, да, просто так, с неба. И вот этих паразитов сколько же у нас развилось. Так работает система. А чтобы люди не дергались, их программируют. То есть подсознание. А что такое подсознание? Вы даже не знаете. И никто не знает. Стараются говорить подсознание, сознание, психологи там, надсознание там, или там, сверхсознание. Красивые слова. А на самом деле, что это? Это компьютер, который заложен в человека с детства. Он внутри нас. Как он строится, этот компьютер? Вот наше сознание, сознание наше, вот чем мы сейчас живем, вот наша реальность, которая нас окружает, реакция нашего восприятия на вот эту реальность, понимаете, это и есть наше сознание. То есть мы как-то реагируем на окружающую жизнь. Вот это оболочка. Вот такая оболочка стоит, которая целиком, что, как вот мяч, вот мяч, да, вот умечайся посмотреть его оболочку. Вот это и есть наше сознание в данной жизни, в данной инкарнации. Вот оно, вот используя левое полушарие и частично используя правое полушарие головного мозга, реагирует на реальность, на те реалии, которые нас окружают. Вот эту реальность, какая-то реакция идет, всякая там реакция. А что же внутри? А вот этих оболочек, знаете, сколько? Вот сколько было у вас инкарнаций, да? А люди здесь сидят, вот вы пришли здесь, наверняка все очень продвинутые, потому что если бы вы другие были, вы бы здесь не сидели, это раз, и вообще бы не родились. Если люди здесь пришли, и вас интересуют некоторые вещи, значит, вы все пришли с очень мощным багажом, духовным багажом прошлого. Ваш багаж здесь, наверное, у каждого не менее тысячи, а то и больше инкарнаций у каждого. Вот эта инкарнация, которая вот сейчас у нас, ну после нашего ухода, отброса тела, тело уничтожается, остается, что система полевая, полевая система, да? И что получается, что наше накопленное все, что мы накопили за свою жизнь, все это ложится в подсознание, то есть уходит вниз. А при рождении выстраивается новая оболочка, которая опять что? Закрывает. Закрывает наше подсознание, как вот мяч оболочкой, да? Понятно, да? Все понятно? И вот этих вот оболочек в каждом из нас, наверное, тысячи. А это что? Это опыт прошлых инкарнаций. Гигантский опыт, очень большой опыт. Иногда этот опыт прорывается у нас, в плане вот правая полушарина дергает оттуда какую-то информацию, и мы ее пользуемся уже в обход сознания, которое сознание наше, оно тормозит этот процесс. Оно упирается, тормозит. И вот наше иногда вот подсознание прорывается изнутри, например, в плане интуиции. Интуитивное, там интуитивное знание, там интуитивное. Интуитивное, интуитивное эти вот представления о жизни и о будущем. Многие из нас это чувствуют. Да тут все, кто сидит, я уверен, у всех ни раз, ни два, ни три было такое состояние, ну, состояние, как у хороших предсказателей, которые знают, что будет завтра. Я думаю, я не ошибаюсь. Потому что здесь люди такие, которые продвинуты, как все, которые многие, многие рекомендации прошли, и вы это знаете из своего жизненного опыта, что очень часто вы чувствуете то, что надвигается, то, что вот будет завтра, послезавтра, и там через неделю, а может даже через год. Вот. Но это бывает редко. Вот это чувственное прямое знание, вот, оно редко. Потому что тормоз идет из нашего сознания. Из нашего сознания. Сознание наше, оно воспитывается в логических рамках, то есть в плане логического. То есть вы, наверное, вспоминаете, вот было время советское, когда везде строились физмат-школы, а философские школы отсекались. Вообще о них даже разговоров не вели. Методологическое мышление, когда может человек объединить, через правое полушарие головного мозга, может объединить гигантские научные какие-то находки, какие-то изыскания, какие-то определенные вехи, все в единое целое, и продвести общий знаменатель. Это может только правое полушарие сделать. Это методологическое мышление способно все вот с этим справиться. Но философское оно, оно понятно философское. То есть это философ может. Но у нас не было школ философских. Были школы какие-то физмат-школы. Это ведь тоже не просто. А? Лево-полушарие. Да, то есть и сейчас нас воспитывают, только развивая левое полушарие. Чтобы развивая логику, логика это цемент. Наше подсознание цементирует логику. Железная клетка на наше подсознание ложится. Мы через логику пытаемся понять мир. Пытаемся понять общие какие-то движения в космосе. Общие какие-то законы, которые объединяют все. Логика не способна с этим справиться. Логика это путь в Москву через Владивосток. Это вот такая дорога. Потому что логическая это примитив. Это самое примитивное, что есть. Вот если я скажу, что математика это примитивнейшая из наук. И даже вообще наукой не является. Это скорее язык многих наук. Понимаете? А в кодировке? А? Кодировка? Да. Я хочу что сказать. Что, не как я так говорю, так и говорят многие математики, которые серьезные. Действительно они понимают многие вещи. Это благодаря тому, что у них правое полушарие работает. И они, используя правое полушарие, пользуются математическим аппаратом абсолютно. Есть такие люди у нас. Ну, взять того же Рыбникова, например, взять Говора. Вот такие у нас есть люди. Если бы у них правое полушарие не работало, ну, слава богу, правое работает. Так вот, я хочу что вам сказать. Получается. Получается вот такая система. А нас почему? Через компьютерную технику. Вот где. Нажми на кнопку. Запомни, как кнопка работает. Нажми, 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 нажми. Логика тут сплошная логика. С компьютера это сплошная логика. Смотрите, дети как быстро к компьютеру привыкают. Он там два года, три года, а он уже кнопки нажимает, уже понимает. То есть, оказывается, логическое мышление, это совсем, это примитив. Даже маленький ребенок с этим справляется. А философское мышление, тут уже все. Тут нужно гигантское знание, прежде чем оно включится все. Когда соберутся цепи. Вот эти цепи, потом общие выводы. И у нас этих школ не было. Что из нас делали? Из нас делали биороботы. И сейчас это делали. И сейчас это успешно делают. Программирование идет с детства. Ребенок не успеет еще зачахить там у матери. Мать уже программированная. Мать рождает ребенка. Ребенка уже тут же начинает программировать. Именно включается что? Включается левая полушария. Правая старается подавить, 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 чтобы правая полушария вообще не работала. Поэтому науки, гуманитарное направление, философское, оно фактически находится у нас в таком положении, в заданном, что даже трудно представить. Вообще вот современные философы, с кем я встречался, они говорят, последний философ был Платон. Больше нет философов. Все красиво говорят, все здорово. Но нет. Вот Платон знал общие единые законы мироздания. Он мог их объяснить, он мог дать абсолютное понятие того же закона любви. Как он работает. Это ведь все связано с многомерием. Это восемь миров, это восемь различных мерностей, которые не связаны между собой, в то время они связаны. И энергии пронизывают сверху, донизу эти вот эти мерности. И вот получается, что знание общих законов мироздания повелевает этими энергиями. Этими энергиями. Это совершенно другая физика, это совершенно другие законы. И от этого отсекли нас всех, воткнули в наше подсознание программу, которая работает на систему и поддерживает систему. Чистая логика наша, которую, кстати, используя компьютерную технику, неплохо нам ее раскрутили, даже для наших детей. Ну и что, и воспитали из нас что? Потребители, и сейчас воспитывали. Продолжается этот процесс. Что теперь делать? То есть, вопрос какой? Выхода. Если звонить позже. Вот Сергей спросил, сказал мне, а что делать? Ну что делать в такой ситуации? Ведь остается только одно. Чтобы вот что-то изменить, надо менять, во-первых, себя. Многие уже говорят, надо менять себя, а как? Это ведь не легко менять себя. Это правда вечер. Потому что есть вещи очень серьезные, очень... Вы знаете, мир намного сложнее, чем вам представляется. Но с другой стороны, этот мир просто. Технологии, которыми они пользуются, эти друзья, да? Видели, по доллару, там, не только логика, а потом все остальное. Так вот, все остальное, это мы. А наверху, это банкиры. Там, команда вот этой вот, чистая семейство, о которых написал Хуалиман. Но самое главное, это та, по которой оторвано, она, вот, излучает силы. Это инопланетная цивилизация, которая пытается управлять, вернее, ведет борьбу за планетой. Пытается нашими руками, нашими руками, убрать. Иглас от айтики тоже. Иглас от айтики. Иглас от айтики, там, да, семеничное око. Умень иловое. Да, да. Масоны просто взяли, это как эмблему для себя. Вообще-то, это не их эмблему. Там есть люди, которые... Вообще-то, все это службы. Это различные службы. Масоны, эллиминаты, банкиры, все это... Там, хаббат, хасиды, команда вся эта, вот... Сифарли, Ашкеназия, так, вы уже знаете, как много говорили. Все это разные, разные что. Речаги, за которые эти дергают, да, вот, сидят на дергу. И вот, все тут кругом носятся и делают так, как им надо. Но я хочу что сказать, что мало этого, вы... Я не буду сейчас останавливаться, здесь еще поменяли Грегорную систему. То есть, майбай Грегор. Люди считают, что мир, он так устроен, что, все, ну, много пустоты в полевом плане. Нет пустоты в полевом плане. И Грегори очень близко соприкасаются друг к другу и рвут, рвут людей на части. Одни, один тянет на себя, другой тянет на третий. Теорию Грегоров я сейчас не могу вам рассказывать, потому что это очень долго и нудно. Не рисовать надо, чтобы, чтобы понятно было, невозможно ничего рисовать. Я только хочу сказать, что когда мы потеряли свой Грегор, вот, Творца, Творца, это единственный Грегор, который наш. То есть, мы все являемся частью Творца, моего клетки. Наше подсознание напрямую связано с ним. И нас затолкали в другие полевые структуры, а потом строили. Ведь что делают они? У них технология простейшая. Простейшая технология. Вбивать в наше подсознание ненависть друг к другу. Не любовь, да, а ненависть. Вот. И разделение. Вот разделить. Ну, я вам так скажу кратко. Фактически уничтожается белая раса на Земле. Она первая должна погибнуть. Первая. Потом уйдет желтая раса, черная. Вот. Но сначала они пытаются разобраться с нами. Так они хотят. Это их план, да? Как это делается? Разделить. Разделение, да? Строить между собой, да? А потом то, что уцелеет, то, что осталось, растворить. В южных гибридных расах. В африканской расе, в ангелоидной расе. Ну, сейчас наблюдайте, что пролиция в Европе, да? Европа уже что, гибнет? Медленно гибнет. Заселяется Европа. Они говорят, а мусульмане были Европы? Для них, какой была мусульмане? Если бы там немцы принимали ислам, там, или бельгийцы, там, или англичане. Они же не принимают ислам, они остаются в эгрегре своем, то есть они остаются христианами. К ним мусульмане приезжают, миллионные. Вот сейчас у них, значит, план 5 миллионов негров переселить в Германию. Только в Германию. 5 миллионов негров. Ну, немцы там уже взвыли от турок, от арабов, от индусов. А что от негров они, я не знаю, чем же там будет. Это круто представить. Теперь граница России, это самая лучшая страна. Самая светлая, самая страна надежды. Как они говорят, если вы выстрелите, то у нас есть надежда. Если вы не сможете, то конец. Я хочу о другом совсем. Вот, Юрий Грегоров, я рассказывать здесь не буду. Это отдельная большая тема. Мне хочется рассказать, как выйти из положения. Вот он мне это вопрос задал, вот на него и смотрит. Значит, это вопрос серьезный. Значит, что делать? Что делать? Первое, что нам нужно сделать, это надо осознать наши программы. Потому что любой человек, это компьютер. И подсознание наше, это компьютер мощный, огромный. Но что туда затолкало, затолкала система, то туда что, и получится. Программирование идет, все виды СМИ работают на этом. Все работает. Кстати, в вашем городе было года два назад, или три, я приезжал здесь, был. И как-то сказал, говорю, вас же программируют на короткую жизнь. Человек должен жить, ну, минимум, ну, 300 лет. Это нормальный срок жизни человека. А потому что, если даже читаешь, веды, читаешь ту же Библию, там живут 600, 800, это нормальный срок. Наша генетика работает легко на 150 лет. Генетика наша, даже, несмотря ни на какие коды, она остановилась, больше она не рушится. На 150 лет современный человек любой в легкую жить должен. 150 лет. Не верите мне, Павлову почитайте. У Павлова это хорошо сказано. Когда Павлов сказал этому Бухарину, что человек, если он умирает раньше 150, это называется убийством. Он сам себе подписал смертный приговор. Но он знал, он, будучи гениальным физиологом, он интуитивно, он понимал, что человек рассчитан на очень долгий срок. Смотрите, пьем, ну пьем же. Курим, ну курим. Пепси-Колу, Кока-Колу, Хлещин, да? Ну, яды, всякие, ГМО, всякую дрянь, эти красители химические, различные эти спецдобавки вкусовые. Мы же едим, это же чистая химия. И надо же еще даже 70 лет быть, ну человек еще держится до 70. Это же, вы представляете, какой у нас запас мощный, да? А если бы ничего этого не было? Пример. Я просто хочу что сказать, что кроме программирования нашего подсознания, они же делают как? Они же объемно работают. Программирование подсознания на короткую жизнь, этого мало. Надо еще подкормить человека чем-то. Вон, в супермаркете, все открыто, покупайте. Там ничего есть нельзя, даже рыбу есть нельзя, мясо тоже есть нельзя. Ничего нельзя. Вы говорили просто. Ну, в морскую можно, если она не тухая. Если она не тухая, вы говорили речную, там где-то где-то. Это как раз замороженное, там рыбе не должно быть. Понимаете? Так вот, что же делать? Этот вопрос серьезный. Первое, что вы должны, осознать, что подсознание программируется из мне. Из мне программируется. С детства у вас куча ограничений по жизни. Посмотрите, сколько ограничений. Это не могу, это не хочу, это мне не надо, это, это, это. Вы сами себя в рамки загоняете. Откуда это все идет? Когда спрашиваешь человека, зачем ты это сделал? Я говорю, не знаю. Ну, ты его трясешь, как груша. Зачем ты это сделал? Ну, не знаю. Люди, люди, мои слова. Подсознание или подсознание? Подсознание. Сознание, это сознание что делает? Сознание в оболочке держит ваше подсознание. И оно работает вместо того, чтобы работало ваше подсознание. Иногда подсознание прорывается на поверхность, ну, в форме интуитивного знания. Иногда. В трудные минуты какие-то, минуты какого-то сверхнапряжения психического. Бывает, что сознание уступает. И из подсознания идут, что какие-то ответы на вопросы, на вопросы конкретные, на вопросы жизни. Но, как правило, мы пользуемся что? Левым полушарием. А левое полушарие, оно с детства вбивается нам, что левое полушарие это основа всего. Логика. Такая даже была наука. Логика, да? Учили нас там. Есть на эту тему куча анекдотов. Я не буду рассказывать анекдоты здесь. Хотя смешные и непохадные, нормальные. Так вот, понимаете? У нас подсознание, оно нам не принадлежит. Вот трагедия в чем. С детства ребенка уродуют. И мы живем уже изуродованы. Это надо понять. Надо понять, что у нас не все так, как надо. И смотрите, вот, не только не обижайтесь, ведь у нас есть жадность. Ну, кто у нас не жадный? Но ведь, смотрите, ведь эта жадность, она же не генетическая, она же не природная. Она же нам навязанная. С программированием нашего подсознания на материальный план у нас возникает этот потенциал жадности. У нас есть потенциал совести. Не жадности, а зависти. Зависти. Вот русские ведь, ведь аж страшно становится, откуда русские такие стали завистывать. Ну, не было же такого в нашем народе. Почему? Программирование подсознания на материальный план, материализация сознания нашего, да, в общих чертах, а отсюда вытекает, что как следствие чувство зависти. Ага, у него там что-то, а у него нет, ну как так, да? Ведь трагедия возникает, настоящая трагедия. Ведь страшно даже что-то, что-то материальное, оно пришло, ушло, как ты даже не думаешь. Но не дай бог тебя начать любить, красавица, девчонка, все мужики врагами становятся. Все врагами, а почему не я? Почему ты? Вы понимаете, да? Вот. Откуда это? Это ведь тоже есть. Жадность, зависть. Мы, среди нас подлецов масса, мы можем ради какой-то наживы пустить под откос родную мать. Ведь это так? Ведь я и вас не хочу обидеть. Я просто называю вещи, да, подавленное чувство совести. Один меня спрашивает, а ты объяснишь, что такое совесть? Я стою разрыв, я зубы ухи не знаю, что сказать. Как мой друг, он говорит, вот совесть либо есть, либо нет. Ну да, либо есть, либо нет. Но не объяснишь же, что такое совесть. Вот. Я уже перебег к Далю. Словарь, Даля, наши русские слова. Там написано, что совесть это природное чувство правды. Но это тоже не ответ. Это тоже приблизительно. Вот, ну хоть так попытался ответить. Понимаете, у людей вот это вот. Откуда? Откуда? Это все программы. Это все зверские программы. Которые вбиты в голову. Когда женщины когда-то за четвертую книгу, когда я сказал про полигамные братья, они готовы были меня разорвать. А я на них не бежался. Думаю, а что бежаться? Тут нельзя бежаться. Потому что это программирование. Это бета-программа. Чувство, чувство собственности на мужчину, чувство собственности на женщину. Это тоже программа, битая намертва программа. В подсознании. И тут ничего не сделать. Вот. Значит, когда вы должны вот это дело разобрать, какие у вас программы, Каждый из вас лучше знает, что это за программа. То надо использовать техники, убрать эти программы из вашего подсознания, очистить ваше подсознание от программ системы. Например, очень многие люди считают деньги Богом. Что деньги это все. Это от денег все зависит. Вся жизнь только от денег. Но ведь это же чушь, это ложь. Никогда богатых кучу ставят людей, они всем несчастны. Многие в петлю вообще лезут, потому что деньги не дают счастья. Ну, материальный план ты обеспечил, но тело ты обслужил, а душа-то осталась. Куда ты с этой душой? А наполнить душу, он не знает как, он не знает, что делать. Она его давит. Он просто-напросто что делает? Лезет в петлю. Ну, например, Швеция. Там больше всего миллионеров вообще. Швеция вечно давно живет у нейтрального страна. Там давно уже социалистические отношения. Хорошие отношения. Государский сектор мощный. Люди обеспечены. И самое большое противо. Практически самоубийство. Ведь там же миллионеры петлю лезут. Тысячили каждый год. Вы, наверное, без меня это хорошо знаете. Почему они туда лезут? Потому что отсечено вот этот выход на развитие, на эволюцию нашего сознания. Все это отброшено, перевод нашего подсознания и сознания в плоскость чего? Материального. А материальное не обеспечивает ничего. То есть кроме тела. Тело это не человек. Душа человек. Но не тело. Так вот, что нужно сделать? Очистить. Очистить себя. Но прежде чем очистить себя, нужно первую установку дать своему подсознанию на то, чтобы больше ваше подсознание не принимало никаких негативных программ. Это первое, что вы должны сделать. Вот как это сделать, я сейчас расскажу кратко. Я расскажу вам технику, как это сделать. Вот сейчас расскажу. Это не сложно сделать. Но вы должны теперь понять. Если вы не отсечете вот этот поток грязи, который идет, включаете ящик, а грязь идет. Включаете радио, грязь идет. Открываете газеты, грязь идет. Я вам говорил, что вот с вами тут два года назад я встречался с людьми тоже случайно. Они говорят, да ну, такого нет, чтобы была тренировка и установка на подсознательное наше подсознание на короткую жизнь. Я говорю, поехали по городу, сели на машину, поехали, вот реклама, вот реклама, вот реклама. Иначе эти рекламы объясняют. Они вот такие глаза. Правда. Ну, конечно, на короткую жизнь. Так вот, первое, что вы должны сейчас сделать. Смотрите, установку дать вашему подсознанию, не принимать грязи больше, никакой. Какая бы она ни была изощренная. Подсознание, когда это получит, оно лучше знает вас, где грязь, где ложь, где дрянь. Всякая идет. Кодировка какая-то. Оно само разберется и отсечет. Вы потом будете смотреть, там будет надрываться телевизор, там будет по радио, там а-ля-ля будет. А вы будете просто смеяться над всем, что это идет. Вы ничего не примете. Когда у вас это наступит, этот момент, неприятие. Потом, зная, как было, какие недостатки в психике, да, заложено. Все это заложено. Все эти качества заложены. Да, они могут быть и на генетических планах. Может. И генетика может измениться. Но дело в чем, что, оказывается, человеку доступно изменить свою генетику, если он этого захочет. Главное захотеть. Если человек захотел, он может изменить свой генокод. Другой код получить. Для этого, правда, требуется время. Где-то около семи лет. Семь лет. Пока поменяется, что аминокислоты, белки поменяются полностью. Генетика выпадет в осадок, другая придет. Вот и все. Но семь лет это ведь недолго. Семь лет просто, ну, держать себя и все. Смотреть, отслеживать за собой, смотреть и работать над собой. Это не так уж и много. Второе. Убрать из подсознания всю эту грязь. Всю эту дрянь, которая вот у вас сейчас методом программирования вбита. И третий, третий путь. Наполнить, наполнить знанием единых общих законов мироздания. Вот, наполнить себя. Когда мне говорят, почему ты эту книгу никак не напишешь, вот, про общие единые законы мироздания. Эта философская, вот эта мощная, этот пласт философский. А я говорю, а как это? Я могу написать. Но люди прочтут. Посмотрят. Скажут, да. Ну и все. И все. Это, понимаете, эзотерическое знание, вот, психофизическое, будем так говорить, правильно сказать. Оно только тогда действует, когда человек не только понимает, о чем речь идет, он должен еще осознать, глубоко, глубоко прочувствовать правом полушарии, выйти на правое полушарие. Когда он это хорошо прочувствовал, понял, вот он до него дошел уже на чувственном плане, да. Потом он что, этим научился пользоваться. Вот когда ты этим пользовался, научился, вот тогда психофизическое знание твое. А вот как это знание, ну, академическое, прочитал книжку, пошел в заднюю, сдал, забыл это все и пошел дальше. Это не знание. Это ерунда. Это просто самообман. А вот здесь, вот так вот. Значит, что вы должны? Понимаете, вот три этих пути. Вот первое, отсечь все, чтобы в вас не втекала эта дрянь всякая, да. Которая втекает в каждого младенца, в утробе матери, начинает втекать, и потом до конца жизни. Потом очищение от кодов, от программ, от ограничений. Куча ограничений. Вот страшное, даже не хочу говорить. Потому что я сейчас скажу правду, вы сейчас на меня будете просто смотреть. Потому что есть вещи, которые у вас коснутся сразу, и вы просто на меня обозритесь. Я просто не хочу этого. Вот эти все тоже выбрасываете, заполняете позитивом. Например, ну что, не успеет ребенок родиться, ему вкладывается программа страха. Как она вкладывается? Через роды, где? Брод добрый. Брод добрый, ребенок. А еще хуже, когда кесарево сечение. Это еще хуже. Свет. Ледяные руки этих кушеров, там, врачей, там, я не знаю. Ребенок в стрессе страшный. Его трясет, он не знает, куда он попал. У него же сознание вовсю работает. Вот в чем дело. И потом этот страх закрепляется намертво. Значит, надо что? Страх, эмоция страха, она не нужна. А как управлять людьми массами? Как управлять миллионами? Как это делается? Через страх. Понимаете, через страх. Поэтому, поэтому, вас величины пугают. Вас чиновник пугает, полицейский пугает, ГИПДД вас пугает, ФСБ вас пугает. Ну, понимаете, да? А вы, а вы, человек прогибаетесь. А если люди не будут бояться, скажут, да пошел, докажи. Ты вот пытаешься меня посадить, ну ты должен это вот доказать. По конституции, я чисто, у меня нигде ничего, я знаю свои права. И у него зубы поломаются. А когда вы испугались, он уже вами управляет. Вот понимаете? Вот. Эмоция страха. Это одна из тоже серьезных эмоций. Я просто ко всему добавляю. Кроме там подлости, кроме там зависти, кроме ревности. Кстати, ревность тоже страшная, страшная, ужасная эмоция. Ее убрать тоже. Она тоже вбивается, тоже программируется. Вы, наверное, видели когда-нибудь окна? Там, этот, Нагиев еще начал свою программу. Вот, помните, слава, старая. Вот там, там как раз, когда включаешь, там сразу видно, для чего вся эта программа сделана. Там сразу видно, для чего она работает. Вот. Понятно? Ну, дальше, дальше, когда мы заполнили позитивом. Страх же тоже нужен, он же тоже у нас в мироздании участка. Да, да, но страх нужен. Но тут вы уже сами руководите, чтобы под машину не залезть. Да, и твой ребенок. И вы должны не панически бояться, чтобы у вас стопор стал. Это не страх, это не страх. И как это, знаете, вы просто тренированный человек окаменелый. Тут что хочешь, что он с ним и делает. То есть, нужно иметь такой страх, оставить, тут же вы сами работаете, сами. Чтобы ваша воля могла этим страхом управлять. Вот такой страх должен быть. Чтобы ваша воля с ним справлялась. А если ваша воля не справляется с эмоцией страха? Это же все, это же конец. Это же конец. Ну, видели фильм? Азорь здесь тихий. Я помню, там красавица одна закричала, а-а-а-а, тут же ее застреляли. Вот пример. Ну, Азорь здесь тихий, старый фильм, помните? Не помню. И вход к Минотавру. Понятно. Это я уже не помню, честно, давно видел этот фильм. Азорь здесь тихий не дал. Вот. Значит, когда это все произойдет, заполняете едиными общими законами мироздания. И потом, это детей воспитывает. Детей уже в другом ключе. Вот он и выход. Где этот Сергей? Он уже ушел, да? Вот я, кажется, на его вопрос ответил. Вот это правильный, нормальный выход. Что получается? Получается, что система ломает зубы на нас. А мы живем уже вне системы. То есть мы создаем свою цивилизацию. Вот. Если нам это удастся, то, значит, победа будет. Как теперь? Вопрос. Как это делать? А? А это и есть психофизика. Как это делается? Сейчас я попробую вам кратко рассказать. Но, знаете, что хочу сказать? Это вообще такая у нас сборная лекция. Просто обобщающая. Когда-нибудь, вот когда у нас появится школа на эту тему, да, надо будет проводить семинары и работать с людьми уже плотно. Несколько, вот буквально из вашего мусульска два-три человека, которые освоят эту технику, они готовы с вами поработать. И через год вы вообще изменитесь, в тысячи людей будут другими совершенно. Вообще другими. А через пару, через три, четыре, через десять лет люди вообще другие совершенно станут. Это, поверьте, это очень быстро все. Это достаточно полгода, полгода, да, и меняется человек в корне. Все меняется. По-другому вообще начинается креститься. Мир видит. Значит, смотрите. Вот тут плохо рисовать ничего нельзя. Но я вам так объясню. Вот наша, вот этот вот шаг здоровый, да, вот такой полевой, это наше что? Подсознание. Оно находится в оболочке нашего сознания. Я уже это сказал вам, да? Смотрите. Чтобы воздействовать на подсознание, на подсознание воздействует, нужно что? Наше сознание погрузить в центр нашего подсознательного. И там определенную энергию надо вложить. Нужно, чем больше энергии, тем больше, что влияние. Потому что подсознание, что это энергию, она сразу не раскачивается. Она долго раскачивается. Чем больше энергии, тем лучше. Тем лучше, да? Вот. Чтобы это сделать, чтобы вот этот проход сделать, требуется определенная технология. Психологи многие это знают. Это ничего сложного здесь, ничего сложного нет. Знают это хорошо йоги. Вот. Йоги, они как пользуются вот этой вот технологией, техникой? Они, чтобы жить дольше. Ну, некоторые из них 600 лет живут и последствуют. А некоторые еще больше живут. И я вам только еще одну вещь хочу сказать. Вот. После эмоций и страха обязательно, обязательно работайте на долголетие. Сразу на долголетие. Начинайте работу на долголетие. Потому что это очень важно. Почему важно? Потому что только в 70 лет мужчина начинает получать право быть от Бога. Будет так. Получать право быть гражданином уже планеты. То есть получается, что мы в 70 лет выходим на уровень мудрости. А мы уходим в жизни, так и не влияя на этот уровень. Либо больные Ансгеймера, либо Паркинсона. Но это уже я, в случае меня. Вот он сидит, бородачь поставить мужчину. У него можете спросить. Значит, вот, вот я руку поднял. Вместе с Ажданом они работают. Классно, кстати, очень многое им удается. Это наши герои, наши великие люди. Значит, что получается? На долгую жизнь. Я сейчас кратко... Вот, вы поняли, да? Наше подсознание нужно загнать в глубину подсознательного района. Там нужна энергия, выброс. Как это сделать? Я сейчас вам все расскажу. Но немножко остановлюсь на продлении жизни. На управлении здоровьем. Вы должны одну вещь понять. Вот сейчас вы идите на улице, по городу поедете. И увидите. Куча аптек. На каждом углу аптеках. Скоро на аптеках больше, чем магазинов будет, чем супермарк. Честное слово. Ужас какой-то. Вы понимаете, какой-то кошмар. В Краснодаре то же самое. В Архангельске то же самое. Вот мы сейчас были в Армавиле то же самое. В Пятигорске. Все города. Сплошные аптеки. Ужас какой-то. Да, это такое. Ну, вы можете мне верить, можете нет. Я там не был. Уже лет, наверное, пятьдесят. Понимаете? Ну, не был. Нет, я хожу иногда резиновый бинт купить. Уже сейчас этих бинтов нет, чтобы тренироваться. Ну, нет бинтов больше. Не выпускают гады. Ну, ладно. Вот. Чем-то другим обойдемся. Понимаете, да? Вот. То есть что? Оказывается, все наши, масса нашей болезни, они не потому, а появляются, что они болезни на самом деле. Это наше подсознание их находит и нас уничтожает. Потому что на короткую жизнь программировано оно. Человек совершенно здоровый, если оно не подберет ключ какой-то болезни, чтобы его на тот свет отправить, где-то лет в семьдесят, да? Кирпич на него упадет. Либо его машины собьет. Либо оно его подставит в пищу, либо бандиты убьют. Понимаете, да? То есть вот какая ситуация. Это работа нашего программированного подсознания. Короткая наша жизнь. Поэтому, чтобы выйти на мудрость, чтобы понять, что происходит с нами, чтобы хотя бы сотню лет в легкую жизнь, нужно было лучше 120, а 150, да? Нужно обязательно подсознание, что нас строит на долгую жизнь. Хотя бы на ту жизнь, которую... Как у нас генофонд? Наш генофонд сейчас в легкую работает на 150 лет. Хотя раньше работал на тысячу. Сейчас на 150, потому что очень сильно, что у нас эти программы, они изменили их генофонд. Но на 150-50 лет мы же можем жить. В легкую можем жить. Понимаете? Ну, это хотя бы... Но как потом менять генетику, это отдельная тема. Сейчас опять я не смогу ее рассказать, просто невозможно. Потому что, ну, нет времени. Даже как теория Грегоров не могу вам рассказать. Даже вот это не могу. Но это все есть. Все эти техники, они рабочие. Они отлично работают. Вот смотрите. Они это кто? Они это кто? Кто? Теория Грегоров не это кто? Чехник. Мы программируем. А. Ну, я уже говорил, мне охота не повторяться. Не надо повторяться. Сколько можно одно и то же? Не повторяю. Нет. Только не банкиры, и не хасиды, и не хабадники. Это все, это все. И не политики. Есть силы, которые стоят... Которые мы встретились в шахте, да? Да. Вот это команда. Это команда серьезная. Это серьезная команда. Ну, есть некоторые в теле человеческие. Такая же команда. Что? Можно вопрос? Да. Вот мы, в принципе, все собрались здесь, да, в основном на весь коллектив, которые прочитали, в принципе, основную часть вашей книги, как бы, так сказать, вот эти вот все идеи, нам уже, так сказать, как бы неизвестны. Техники можно там и в книгах прочитать, и отдельно к этому подойти. Нам самое главное сейчас, вот лично для меня, да, я вот фермером являюсь, интересует такой момент. Вот вообще вся вот эта ваша доктрина, которая во всех ваших книгах выложена, как таковая, насколько она реальна? Вот первый у меня вопрос, допустим, как определяющий. Чудырцев за следующий день жив? Ну, вы знаете, если вы работаете на ФСБ... Нет, я на сельское хозяйство работаю. Ну, вы вот и работаете на сельское хозяйство. Зачем я буду сейчас рассказывать, кто жив, кто не жив, это ведь вас вообще не касается. Касается. Мне просто отраст его, сколько он прожил. Хотел просто узнать его долголетие, с какого он года и жив, или он сегодня. Если мы, допустим, к этому стремиться должны, вот продолжать свое долголетие, допустим, работать. Есть ли реальный пример? Вот мы Чердынцева знаем по книге, допустим. Он на сегодняшний день живой и возраст того какой. Это пусть и лекции вопросы, пожалуйста. Почему? Ну, вот техники мне сейчас не надо, допустим, долголетие. Мне идея вся интересная. Знаете, что? Если у вас так доложит любопытство... Ну, это ведь, это ведь, ребята, здесь вот то, что на связи саду, я просто чистый вопрос из любопытства. Вы можете взять веды, вы можете взять веды, возьмите куврации, возьмите куврации, возьмите библию ту же, ветхий завет. Что еще надо, когда там прямо говорится, сколько лет на них живут эти патриархи? Ведь это же ведь не вранье. Вот, и у нас, и у нас здесь вот сейчас вот находят черепа, русский черепа, где черепу очень много лет, а зубы – голубые. У нас и сейчас, кроме... Я буду объяснять просто некоторые вещи. Вы смотрите, даже очень часто есть в печати, проскакивает бурай, даже по ящику, где за 80 лет у человека новые зубы вырастают. То есть он меняется. Вы поймите, что я говорю серьезные вещи. Одну вещь еще вам скажу. Вот, гормоны старения, так называемый комплекс гормонов старения, работает только до 80 лет. Вот даже они это сделали, создали... Вот это искусственная, кстати, вот эта система, да, гормоны старения в организме, она только до 80 лет работает. Если вы развалили свой организм пьянкой, неправильным образом жизни, неправильным сексом, ну неправильно вообще живете мыслями неправильными, до 80 себя развалили, ну тогда все. Если ты 80 лет молодой и здоровой, дальше ты не стареешь. Все. Закончилось. Старение? Нет. Старение закончилось. Так что ты живешь, сколько хочешь. Умрешь только от какой-то болезни, от какой-то, но или подсознание вас убьет. Вот, вот вы выше до 80 лет, да, а у вас, сейчас я закончу, а у вас все в порядке, со здоровьем, а подсознание и ход стоит. Ну, в ящик, ну естественно, где-то нож, где-то машина, где-то трактор, где-то жена, где-то стресс. В общем, оно подсознание найдет, как от вас избавиться, чтобы тело от вас отнеет. Вот, душа уйдет, тело отнеет. Вот и все. Я вам хочу что сказать. И черденцев живой, и пасечник живой, и этот вот старик Белослав, как я его в прошлый год, в прошлый год с ним встречался в Битере. Мы с ним часами разговаривали. И кто читал мою повесть «Хождей за три моря» у меня вот в этом, в моем сайте, вот почитайте. Я просто не хочу на эту тему говорить, но там же в повести у меня есть. И даже вот в этом зале сидит человек, который благодаря вот этому, я с ним встретился, благодаря вот этому Белославу-старику. Это девушка, которая сейчас со мной. Вы понимаете, все это реальные вещи. Ну, это же все верно. Я не хочу ничего специально. Покажи, принеси, дай документы, извините, ребят. Нет, это глупость настоящая. Можно вопрос на будущее, вот как ты стоишь молодого поколения. Понятно, что это все можно в книгах прочитать. И внутренняя работа внутри себя идет. А что можно сделать нам в огне? То есть распространять эти идеи, что читать лекции, устраивать систему, поселение. Вот, вот слушайте, если вот часто расходят техники, вот расходируют. Управление подсознанием. В эту технику можно дать тысячам. Во-первых, сами будете жить зашкаливанием. Там сотни лет. Во-вторых, чем дольше вы живете, у вас ведь нервная система, вы знаете, что в советское время, начале 20 века, ученые тогда уже доказали, что нервная система не здоровья у человека. Она работает, она развивается до бесконечности. Это как раз аторизм древнего времени. Это потом разные болезни, там Ангкс-Гейнера, там Паркинсона, и там куча их. Это, они же отхилили все. Это специальная такая кормушка наша. Либо это подсознание, кодное подсознание. Вот в чём делать тесто. Я хочу вам, что... Вас не интересует техника, да? Техника очень интересует. Настолные ручки. Смотрите, смотрите. Техника очень простая. Первое, что вы должны сделать, научиться о релаксации. Отвозить тело. Когда у вас... Дело в том, что подсознание ваше, оно контролирует все органы внутренние, контролирует все мышцы, контролирует все сухожилия и кости. Если этот контроль отбросить, вот этот контроль расслабит тело, начиная вот, ну, мышцы, органы, лучше, конечно, заниматься этим вот программированием, когда ты голодный, когда ты не поел, когда ты натощак, да? Вся так делается. То есть, чтобы не было желудок забыть, на чём будет работать, это тоже плохо. Так вот, ты ничего не поел, допустим, вечером что-то перехватил, утром встал, есть время научиться расслаблять своё тело до конца. Это много техник есть на эту тему. У йогов, кто занимается воинским искусством, они моментально расслабляются, а секунду он уже расслабился. Всё, он уже, у него тело становится уже полностью подвижным и без костей. Будем так говорить. Мышцы работают, но это без напряжения. Внутренние зажимы все снутри. Если вы расслабили это тело полностью своё, дальше, дальше что? Оказывается, простая вещь, вызывается образ. Образ вызывается. Вот вы, закрыв глаза, вот вы расслаблены, вы смотрите перед собой, чувствуете себя, да? Как вам удобно. Если можно, можно, например, очень часто йоги пользуются, особенно индийцы, особенно на юге, на Шри-Ланке. Они погружаются на дно индийского океана. Вот он видит себя, что он лежит на поверхности океана. Лежит, руки разбросил, его солёная вода держит. Вот он начинает погружаться. Ему нравится погружаться. Вот он погружается. То есть его, вот этот образ, который он создал, уходит на дно океана. Вот он видит, как рыба там плавает, какие-то там рачки мечутся около него, там осминоги там, темнее, 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 давление он для этого не чувствует, потому что это погружается, что это образ, это фантом погружается. А на самом деле что происходит? Погружение сознания в наше подсознание идёт через этот образ. Вот и всё. Упал на дно моря, упал на дно моря, лежишь, всё, на дно моря. Ты расслаблен лежишь, над тобой толща воды там 10 километров. Если ты в Марианске угонил, там 11 километров. Где хочешь. Любая, может и в лужу, может и на облако, можно и подняться. Какая разница? Главное, образ, который уходит куда-то и где-то он фиксируется. И время воды. И со временем. Ропрос правильный. Дело в том, что если долго будете себя погружать, то вы будете будете белой обезьянью. Вы знаете такой анекдот про белую обезьяну? У вас начнётся внутренний диалог. Когда вы расслабляетесь, убираете внутренний диалог. Его не должно быть. А когда вы быстро погружаетесь, вот этот диалог у вас, он просто, что, он не успевает включиться. Там, допустим, 10 секунд. Это легко удержать в себе, вот нет внутреннего диалога. Ты упал на дно вот этого там моря, реки, океана, я не знаю ничего, я просто до конца расскажу. Дальше, дальше ты произносишь словами, словами, лексически, немысленно. Потом можно и мысленно со временем, но сначала лексика нужна. Лексику легко воспринимает подсознание. Значит, примерно вот такая установка, что в моё подсознание я тебе даю приказ, вот, или прошу тебя тоже, кстати, просить лучше, чем приказ. Оно бывает упирается, не хочет работать на приказ. А вот когда ты просишь, оно бывает, что оно быстро начать реагировать. А вот, прошу тебя убедительно, не принимать, отказаться от приёма, отказаться от приёма любого негатива, который идёт на тебя извне. Любого негатива, который идёт на тебя извне. Понимаете, вот я сказал первый раз, не принимать, частицы нет. Не в коем случае, я тут поторопился. То есть, заменяются слова, чтобы не было частицы нет. И чтобы не было юмора. Юмор не поймёт подсознание. А может быть, наоборот, пускать только позитив? Нет. А негатив будет идти так же, как пришёл. Ничего не изменится. Ничего не изменится. Когда вы почувствуете, что это нужно произнести несколько десятков раз, потому что подсознание реагирует медленно. Эта система очень и очень инертная. Оно постепенно начинает реагировать. И вы сразу почувствуете, по своему ощущению, почувствуете, что оно сработало. То есть, начинается действие. Вы почувствуете сразу, что это уже работает. Что бы там ни шло, а вы не воспринимаете. Вы просто с усмешки глядите. А, придумали. Ну, неплохо. Хорошо. И пошли. А нас-то никак не влияет. То есть, вы не задумываетесь, правда, неправда. Вы чётко знаете, что это враньё. Враньё, 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 враньё. Всё враньё. Понимаете? Особенно хороший критерий. Сейчас поговорю. Особенно хороший момент. Знаете, когда вы работаете с эмоцией страха. Вы сразу почувствуете, что страх уходит. Вы сразу, как только он начал уходить, вот тут же тормозитесь, чтобы остался хоть какой-то, да? Чтобы им можно было волевым усилием управлять. Вот этот страх, он должен остаться. Это для самосохранения. Полностью бесстрашным быть, это на танк с дубинкой. Понимаете? Так нельзя. Вот. И вы сразу почувствуете время. Сколько времени до этого ушло. Как только начался уходить этот страх, да? Вот эмоция страха. Вы уже поймёте, что сколько времени уйдёт на убрать эмоцию зависти, эмоцию, например, ревности, эмоцию, там, жадности. Вы будете чётко знать, сколько ушло время, уйдёт время у вас. Да вы сами просто будете меняться и сами будете себе удивляться, что вы там дарите тому-тому. И у вас уже включается, что дающий рука не схудеет, да? Такой закон. Закон к мирозданию, общий закон к мирозданию. Сколько вы не отдавали, всё вам вернётся, это сто процентов, понимаете? Хотя люди этого не понимают. На самом деле так. Вот. Я хочу что сказать. Лучше всего, вот, работать по одной эмоции. Ну, можно три. Может, три качества. Три качества. Сначала вы должны что? Отбросить, чтобы не шло на вас негатива никакого. Когда вы это почувствуете, негатив не идёт, да? Дальше работайте на уничтожение, на выброс из подсознания всех негативных, ненужных вам эмоций. И потом, потом включите уже приём. Что позитивных у нас? Ну, позитивные, можно, как вы сказали, можно одновременно с негативом. Одновременно с негативом, да? Убираешь, например, я бесстрашен, я храбр, да? Вот. Получается, что уходит, что негатив, и приходит, что позитив. Одновременно происходит, да? Дальше включение в подсознание общих единых законов прироздания. Первый закон – закон любви. Это главный закон. Это основа всего. Закон любви. Видите, их победа в чём? Они взяли вот этот сердечный закон, он же сердце работает, то есть зелёный цель. Они его перечеркнули, только осталось это всё в песнях, в словах, в сказках. А перевели сознание куда? На оранжевый центр, на секс. Вот вы же это хорошо знаете. Включаешь ящик, а там прём, займёмся любовью. Правильно, что? Похоть, да? А, ну и не знаю, что. Но причём есть любовь. Любовь – это чувство, оно постоянное, оно никуда не уходит, им не занимается. Оно либо есть, либо нет. Оно всегда в жиле в человеке. Даже если он и мёртвый, оно остаётся. Оно никуда не девается. Оно остаётся в его подсознании, в его душе. Это процесс вечный. Это вечный процесс, самый главный процесс вообще в жизни. А нам его перевели туда, да? То есть превращает нас в насекомых. Ну, насекомили. Поэтому с чувством любви, конечно, серьёзно. Это отдельная тема. Опять не могу им не деть время на эту тему говорить. Я только хочу сказать, что... Это другой центр включается. Это включается центр сердца, зелёный центр. Это основа всего. Через юный центр, там идёт перекрещивание всех-всех-всех-всех линий, всех потоков энергии. С юный центр мы связываем всё. Законный центр ладит. Центр ладит. А слово ладит. То есть связь. Мощная связь. Через сердце. Сердце – это... Любовь – это часть души. Там ещё масса качеств других в душе. Там чувство справедливости, чувство радости. Там много-много чувства эмоций совести, чувства покоя. И там много что в душе. А это основа. Это основа через всё это идёт через... Вот любовь – это что? Это ядро. Это центр, это ядро. Это основа всех основных качеств. Потом дальше идут... Там... Я уже не знаю. Там... Я уже напишу книгу, там всё это объясню. Она уже пишется, эта книга. Там закон меры, необходимое, достаточное. Закон крайностей. Закон подобия. Закон сохранения энергии. Эти все законы, которые легко-легко лягут, они будут уже ваши. Значит, вы будете этими законами в лёгкую пользоваться. Теперь начать что? Вот смотрите. Вы полежали. Вы программу воткнули себе в подсознание. Теперь так же считайте. Допустим, 10 секунд вы погружались. Теперь нужно что? Поднять сердце. Вы закончили программу. И поднимаетесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Ты сплыл на поверхность. Всё. Ты в теле. Ты в теле. То есть ты уже на поверхности чувствуешь, что ты не открыл глаза. Вот. Обязательно вот этот процесс возвращения должен быть. Неважно, либо вы на дно опускаетесь. Некоторые йоги уходят на облака. Некоторые даже на луну умудряются. Но вот на луну не советуют. Ничего там длилось. Нет, там просто она занята. И поэтому ваш фантом там появляется. Там будет беспокойство. Там его увидят сразу. Поэтому вот это простейшая техника. Я вам просто так кратко рассказал. Для чего? Чтобы вы могли покопаться в литературе. И найти это более подробно. Подробные эти вещи. Есть еще там несколько техник. Работает по движению подсознания. Некоторые используют. Вот старинная техника была на Руси. 33 ступени. Вот шел-шел по тропинке. Бор кругом сосновый. Погреб открывается. И вот он спускается. 33 ступени. Прошел-упал в кресло. Там были на кровать. И кодировку провел обратно поднялся. Закрылся с этой дверью. Дверь закрывать обязательно. Почему? Не поднимать. Потому что в этот момент может любая другая кто-нибудь какую-то фразу ляпнул. А у вас открыта дверь в подсознании. И сразу там, сразу в подсознании будет код. Понимаете? Вот. Ни в коем случае частицу не используем. Стараться заменить другими словами, чтобы не было частицы нет. И вот когда поднимаешься, надо считать эти 10? Ну, конечно, считать. Лучше считать. Чтобы четко все было. Можно не 10, можно 5, можно 3. Это ваше дело. Тут как вам нравится. Я просто хочу что сказать. Чем вы дольше опускаетесь, тем лучше. Тем вы глубже уходите. Вот. Теперь насчет энергии. Вот та энергия, которая должна быть в подсознании. Вы не просто произносите фразу какую-то ключевую формулу. А вы в эту формулу вкладываете мощную энергию. Ну вот, неплохо вам почитать магию рума. Использовать румную магию. Потому что очень часто берешь, оптилизируешь какую-то руну, да? И эта руна подключает рум, подключаешь мысленно к своей фразе, к своей форме. Но это, это я не могу здесь рассказать вам. Нет, не могу сказать. Но придется написать. Я и напишу все это. Вот когда будете пользоваться румной магией. А румную, кстати, очень легко освоить. Активизация, вот, знаете, это, вы даже можете, вот сейчас, я вас научу, как это делать, сидя, вот. Вы даже сейчас можете. Вот бывает, у человека голова болит. Ну, бывает не греть. Раз, голова заболела. Я вот своих там всех научил, буквально за 5 минут. Представляете руну, например, руна У, да? Руна здоровья. Она, вот она стоит перед тобой. Она стоит, просто, обыкновенная зеленая руна, да? Вспыхивает в синем огнем. Пошли. То есть, перпатилизированные мысленно, она вспыхала. А потом образуется воронка, по часовой стрелке. Либо по часовой, это не важно. Вот. Раскручивается воронка. И эта воронка, этот поток энергии в голову уходит человека. Проходит 3-4 минуты, голова проходит. Все. Руна ушла? Любой из вас попробуйте так. Очень просто. Это что? Любая наша... Вы должны здесь понять, что любой наш образ, он материализуется, только материализуется в плазме. Мы не можем материализовать его мёрдым. Это только очень серьёзные маги, мы это могут сделать. Вот. А любой из вас тоже маг. Вы в плазме легко материализуете всё, что вам надо. То есть, любые ваши образы, яркие, они материализуются в плазме. Эта воронка появилась в плазме, поток плазмы пошёл. Плазма белая, белого цвета. Естественно, она несёт здоровье, энергию. Тут же восстанавливаются клетки головного мозга, начинается нормальный процесс. И с ним да, головная боль. Попробуйте, для интереса, у вас всё равно получится. Слабо, это часть вопроса. Можно сделать зелёная или синяя? Какая вам нравится? Она может быть красная, рудная. Может быть синяя. Только когда активизируете, цвет синий. Это синий цвет самарного, то есть сворожечего. Синий – это очень много энергии. Огромная энергия именно у него. Цвет радуги. Синий цвет. Вот это активизация у меня. Так вот, когда вы кодируете, так сказать, на подсознательном плане, ну, активизируйте какую-то руну и туда поток. Это можно всё сделать мысленно. Да, это концентрация. Да, это медитация. Это всё. Всё это медитация. Вот. Абдорогеновская концентрация. Потому что не бывает медитации без концентрации. Если ты медитируешь просто ни о чём не думая, это просто тренировка для того, чтобы у вас появиться в свой внутренний диалог. Вот и всё. Мало что это идёт хорошие подвижки внутри вас. Вот я вам кратко представление об этом. Ну, как это можно сделать? Рассказываю. Юрий Алексеевич, а плазма эта часть космоса? Что это? Плазма, что это? Как понять? Плазма. О, тут физики себя... Это состояние вещества? Да, он физик рассказывает. Это состояние вещества. Это... Кто из вас химик, кто физик? Он отлично это знает. Берите обыкновенную... Физику. Сделовые поля это тоже все плазма? Дело в том, что плазма это более грубая материя. Есть энергии тонкие, еще более высокого уровня. И чем выше этот уровень, тем больше энергии. Очень много энергии. А потом энергия переходит в информацию. Это уже самый высокий уровень, где она перетекает в информационное поле. Чем занимается Чернобог? То, что мы называем Чернобогом. Он переводит материю в информацию. Это его задача. Это хороший нормальный бог, не надо говорить, что он плохой. Вот так вот. То есть мусорщик собирает жизнь мусором. Это отдельная тема. Это не эгрегор. Эгрегориальные системы, они другие. Ну вот, я вам кратко то, что хотел бы рассказать. Теперь вопросы. Что вы представляете? А вот вы, я так понимаю, сейчас представляете из тех, кто жизнь и речения в нашем жизни? Нет. Я не знаю, что это такое. Жизнь и речения, труд жизни. Нет. Нет. А вообще нет. Да я просто вам рассказал элементарную технику, которую нужно знать каждому человеку. Я к вам вопрос, который меня очень-очень тронул, волновал очень. И я считаю, что он касается каждого из нас. Я не говорю о этих высоких материях, о которых вы говорите. Вот в вашей книге, на странице, начиная страница 658, говорится о хлебе и о термофильных дрожжах. Это касается каждого из нас. Да, термофильные дрожжи. Так же написано на все. Скажите, пожалуйста, как с этим бороться? Ну, дрожжи, современные дрожжи, они все термофильные. Их в Германии создали перед войной, в 38-м году. Их культивируют на части костя, кстати. На человеке. И эти дрожжи, они выдерживают температуру до 400 градусов. Нагревание, они не погибают. Когда на этих дрожжах поднимается хлеб, то мы этот хлеб едим, а дрожжи живые. Они работают у нас в организме, не вызывают раковые заболевания. Они вызывают кучу болезней, там тысяча болезней. Дрожжевой хлеб, он вообще ядовит. Я по-тому говорю, что мы живем, несмотря даже на этот хлеб мы живем. А Гитлеру объяснили там и его эти друзья. Говорят, если я даже пойду проиграю, русские от наших дрожжей по-дому. Ну вот мы и живые до сих пор. Хребкие какие-то, понимаете? То есть нужно обязательно перейти на нашу закваску, которая была всегда на Руси. Она же, мы же не дрожжи обходились. А дрожжи вообще не используют. Они быстро поднимаются. На закваске, там хорошо написано у меня, кстати. Ничего сложного нет. Мы, например, свой хлеб готовим там на базе. Только на своей закваске отличный хлеб получается. И вот много и не съешь этого хлеба. Он такой, ну, очень такой, сытый хлеб. А это хорошо, когда мало хлеба ешь, меньше углеводов, меньше поправляешься. Это просто хорошо. Это на хмелию на опаре, да? Да, где вся на хмелию? Да, где вся на хмелию? Да, да, мы жена, ну-ка, берешься. На хмелию же все, я не буду. Да, да. А что, на хмелию нельзя делать? Да, ну, хлеб едят. Почему? Хмельевая закваска делала. Я очень закваска делала. Я очень закваска делала. А сколько у нас сейчас в львы? Продают бездрожжевой хлеб. Вот насчет того, что продают и втюливают нам, которые рассказывают, знаете, это вполне можно ошибиться. Кто-то, может быть и честный, продает бездрожжевой. Но кто-то, наверное, нам забманывает очень сильно. Мы сегодня столкнулись с Новосибирскими с обманом, заразу. Тут продаются у вас яблоки краснодарские, а мы только сейчас из Краснодара приехали. Там никаких яблок вообще нет. А тут они лежат. Свежего влажают, да. Да, еще помидоры, вот такие азиатские помидоры выдают у вас в Новосибирске. Абаканские помидоры. Тоже втюривают. Поэтому могут и с хлебом запросто втюривать. Лучше готовить самому хлебу. Аморант? Аморант, вещь высокая, хорошая. Вы, в принципе, нарисовали доктрину. Есть некая картина, можно представить, что будет в будущем. Можно мечтать о том, что мы делаем в будущем. Но мне интересно, существуют конкретные планы о том, что можно делать, допустим, на ближайшие десять лет после развития вашей доктрины. Просто очень хочется каких-то реальных дел. Хочется не понять, что делать. Или обратиться к кому-то, чтобы кто-то это уже делать. Что делать и как делать. Да, хочется конкретики. Не в смысле, что делать, а когда ожидаете результатов. Ваша таблина изменит вашу жизнь. Ну, вы знаете, как тут сказать, результаты. Я вообще не думаю о результатах. Потому что здесь все зависит от того, как все пойдет. Ведь, понимаете, человек полагает, а творец располагает. Здесь очень серьезные вещи. Но я хочу что сказать. Что вот то, что вы здесь сидите. То, что ваши лица я вижу. И вижу, что эти люди в вашей прошлой инкарнации были очень высокого уровня. Вы все высокого уровня. Здесь нет шуток. Здесь люди очень серьезные. Если вы возьметесь за это дело, то ваше желание просто. Вы очень быстро все измените. Не такая страшная эта система. Не так она уж ужасна. На самом деле, из-под нее вывернуться не сложно. Они ведь до смешного, до сих пор, вот даже вот с нашей стороны, вот мы собираемся, бывает, не рассуждаем, кто более-менее посвящен эти дела. Они пользуются вот техниками. Представьте, техниками доподобными. Они пользуются техниками по осень, по десять тысяч лет. Они и сейчас их используют. Просто, почему мы клюем-то на это? Потому что у вас знаний не хватает. Мы просто не понимаем, что делается. А на самом деле, у них, даже за них обидно становится. Думаешь, господи, не могут никакой модерн придумать. Ну старье же, ну старье в нас в гробе. Ну старье. Вот дай чуть-чуть людям знания, и это старье не будет работать. Поэтому сейчас главная задача, это вот то, что сейчас сказал, вот это знание, да? Общих единых законов мироздания и выход из кодировки системы. То есть перестройки своего подсознательного. А второй план, это наполнение нашего сознания уже академическим знанием. Полноценным. 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 Это что? Философия. Это история. Правильная история. Это география, которую вообще мы не знаем. Нужно её знать. Об необходимость. Понимаете? Это обязательно химия, физика, математика. Настоящая математика. Не та, которую вот сейчас нам преподают. То есть это всё, всё это уже вот лежит на поверхности. Осталось только взять. Чуть-чуть и всё. Кстати, когда ты общие законы мироздания освоил, то ребёнок мгновенно воспринимает академическую науку. За три года он у школы занял. У школы занятия. Мгновенно. Мгновенно. Сразу этот процесс очень ускоряется. Потому что система выстраивается от общих законов мироздания, и академическое знание чётко вкладывается, знаете, как фишки в систему. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И всё. И ребёнок уже владеет этим знанием. А дальше уже его выбор. Ну, а если он знает законы мироздания, он знает, что выбор в негатив – это смерть. Это медленное погружение в небытие. То есть он будет искать пути, именно серьёзных путей по жизни. Юрий, вы сказали, что у вас есть база какая-то. Яблоки, может быть, как раз построение вот таких автономных хозяйств, использованных технологий, которые есть в интернете, вы рассказываете. Может быть, это наиболее короткий путь? Ну, знаете, ведь всех же из города не уберёшь на природу. Но очень многие… Вот сейчас что происходит? Деревня удирает. Деревню заканчивают. Деревню отнули программу. Деревня считает, что… Представьте, наши деревни. Вот не только наши. Вот сейчас Беломорск, там тоже деревни такие. Они живут от магазинов. Вот деньги… А деньги им система находит. Они за счёт государства живут. Деревня, да… Нет коров, нет коз, нет курей. Ничего нет. Они ходят в магазин. Хлеб возят за сто пятьдесят километров. Привозят зимой, морозят. Летом они умудряются два раза в неделю возить. Никто ничего не делает. Вот такие вот толстые женщины еле ходят. Там по сто килограмм каждая. По сто пятьдесят, да? Мужчины такие вот. Руки растопылить, а положить… Нем нет куда уйти. Вот такие. И все проклинают эту деревню. Как у вас весело в городе. Как хорошо. Это деревня современная. Вот. Старая деревня. Она вымеряет, она сбегает в город. Дети все в городе. Но интересно, что другая деревня, она рождается. Вот такие как вы. Люди настоящие из городов, которые нажились в системе, которые вот так этот город, этот супермаркет. Им хочется настоящего, реального. Они уходят на землю. Берут какие-то территории, дома строят. Вовсю живут. Классно живут. Вот сейчас я приехал с Краснодарского края. Там таких фермеров полно и полно. Там благодатная земля. И у нас здесь прекрасные земли. То есть здесь масса людей, которые своим трудом, своим трудом, да. Они чистую пищу едят. Они нормальные детей образовывают. То есть уход. То есть идет замена. Замена из городов. Умные, образованные люди, как правило, с высшего образования выходят на землю. Это очень хороший процесс. Позитивный, отличный процесс. Я скажу больше. Сейчас вот должны приехать к нам туда латыши. Латыши. Латыши срываются целыми семьями. В Сибирь едут. Хотят здесь сами вместе. Они говорят, мы арии тоже, мы хотим быть с вами. И хорошо, что едут. Немцы по двадцать с лишним тысяч каждый год немцев переезжают в Россию. Про это Германия старается не говорить. Но каждый год. В этом году три семьи к нам переезжают. Немцы, они русский язык плохо знают. Но они любят Россию, любят землю. Им дают возможность здесь работать. Они бегут с Германией. То есть этот процесс уже не остановить. И хороший процесс. И слава Богу. Вот так вот сейчас происходит. Гим Григорьевич, как Вы относитесь к символам? Управлению через символы. Вот я слушал Дуанда Ходоса. События на Украине начались. Скажите, их события на Украине начались с того, что поменяли вот этого Ангела Михаила значит с белого на черного на колонии. Абсолютно правильно Дуан Ходос говорит. Он умница, он знает. Я в своей жизни так просто с этим управлением с управлением через символы. Мне приходилось участвовать в одной экспедиции. И вот эмблемой этой экспедиции было три крыла. На эмблема три крыла значит. Вот. Покупили четыре аппарата с крыльями. И французы буквально в первые же дни один аппарат раздрохали в клаву. Что благо это человеческий жертв. Видите, вот надо восстанавливать. Я говорю, забудьте. Вот есть эмблема, то есть символ с тремя крыльями. Вот осталось у нас три аппарата, с ней и будем работать. Всё. И всё как по маску идёт. Вот то есть тот он символ. Если он не согласован с реальностью, то... Я сейчас разговариваю. Слушайте, я уже об этом говорил. Дело в том, что символика, она в обход нашего сознания попадает в подсознание. Сознание не отслеживает символики. Оно не может понять, что заложено за символами. Когда делается символ, он какой-то берётся. Я не знаю, что тут взять. Ну, что-то лифт, что ли. Ну, вот какая-то. Вот, смотрите. Вот. Я, допустим, сделал вот этот. Это уже может быть символ. Вот. Вот это берёвка. Что я сюда заложу, какую мыслеформу никто не знает. А подсознание прочтёт. Вот, например, здесь будет мыслеформа провязать вас всех и отправить на дно обид. Вот. Вот такой символ, да? Представьте себе. Я его показал вам. А вы же это увидели глазами, но ваше сознание не прочло ничего. Опасности никакой. Но подсознание мыслеформу чётко фиксирует у себя. Понимаете? И в подсознании начинаются подвижки. Вот как работает символика. Простая вещь. Чтобы сокрушить хеттское царство, египтяне навязали, египетские жрецы, хеттам навязали их ему жрец, навязали двуглавого орла. И хеттам не стало. Нам этого орла подкинуло кто? Византию. Византия тоже двуглавого орла взяла, да? Византии не стало. Всё. Теперь двуглавого орла в России. Ну, слава Богу, что у нас стоят звёзды над Кремлём. Нам говорят, масонские звёзды. Да, это выпуск какой-то. Это пиктограмма. А вот и не масонские эти звёзды. В том-то и дело. Масонская звезда. Посмотрите для интереса. Первый орден Красного Знамени. Орден Отечественной войны. Да, красные звезды. Красные звезды. Он перевёрнут вверх ногами рога и голова Бафомета. Это другая совершенно звезда. А здесь звезда, человек, уступлённый в космос. Здесь символика, она сохраняется, наша символика Советского Союза. Поэтому не работает этот двуглаварёк. Поэтому изо всей силы стараются убрать эти звёзды. Но они стоят. Кто-то умный там наверху есть, который понимает в символике что-то. Ну и, наверное, со временем поменяют этого всё-таки орла на пуглава, да? На орла арконы, цветовидов. Сокол. Сокол. Ророк. Да. Юрий Алексеевич, а можно поподробнее об основных законах приростания? Вы сказали, первый закон – это закон… Я не знаю. Подробнее. Вы знаете, это невозможно. Потому что каждый закон, он слишком… Он объёмный… Он действует на потоки силовые. Он работает на порталы. Понимаете? На порталы. Ну, кратко хочу что сказать. Давайте я кратко вам скажу. Тех словах. Чтобы вы поняли, в каком мире мы живём. Вот все знают… Все знают новогоднюю ёлку. Все знают. Ставится новогодняя ёлка, да? Наверх что ставит? Звезду. Звезду. Кто-нибудь задумался, почему звезда? Вот. Ёлка якобы взяли из Германии. Да. Из Германии. Правильно. Потому что в Германии… Там вся Германия была когда-то занята Венетами. Она и называлась Венетия. Гигантская территория. Вся Германия вот там, когда я был. Идёшь по этой земле, а немцев ты ощущаешь. Земля тебе отдаёт энергию. Русская земля. Наша земля. Родная. Хочется её обнять. Всё. Обнять. Это своя земля. Особенно, вон, в этом, на Рюгине. Там наши эти кони стоят на крышах, да? Там вообще немцы не могут на Рюгине жить. Они его завоевать завоевали, но там жить не могут. Там косули и кабаны бегают. Всё. На Рюгине. Там больше ничего. Вот слушайте. Погодите, я сейчас расскажу. Я отвечал на ваш вопрос. Что получается здесь? Что... Вот этот вот ствол ёлки, он взят из Германии. То есть там когда-то брали ёлку. У нас на Руси брали дуб. Но никогда не рубили. Делался этот чан. Ну, этот, типа, с дерева. Знаете, делаются как это? Садушка, да. Туда садили эту ёлку. Ёлка вырастала. Так делали винеты. Ёлка вырастала. Ёлка была частью дома. Ёлка была, ну, членом семьи. Потому что в Германии там кроме ели и сосны там ничего. Ели красивее сосны. Поэтому брали вот так. Елку. У нас брали дуб. У нас брали клён. У нас брали на юге граб. Орех брали. Это... Неважно какое дерево. Идресиль, ясень брали, эти... Скандинавы. Ну, помните ясень? Идресиль их не... Ясень. Это как раз... Вот это дерево... Дерево. Корни, они находятся где? По легендам. Корни... А? В земле. Да, корни в земле. Но вообще-то под землей. В глубинах бесконечности информационного поля. Понятно? Нам... У нас... Наше сознание материализованное, оно не понимает, что делать это ни в земле, ни в планете. А информационное поле – это космическое поле. Откуда рождаются миры. Туда уходят корни. А оттуда идёт ствол. А на конце ствола что? Звезда. А звезда как... Что это? Это материя. Это материя не пола. Трёхмерия наша, звезда. Трёхмерная пространство. Звезда – это символ чего? Человек. Человек. Ствол, то есть оказывается, это... Мы ставим на Новый год, на щедрец. Древо мира. Только русские – это и немцы, и винеты раньше понимали, что это древо мира, оно надо было рассматривать, кормят их в космос, и наоборот. Материя – это под нами, вот она. А там идёт бесконечность, и вечность, и поле покоя, где находятся высшие энергии. Это потом. Христиане всё поменяли, и нам сейчас... Хоть даже сами не знаем, зачем мы эти ёлки рубим, мы уничтожаем миллионами. На самом деле, когда ёлка вырастала выше, её высаживали в священную рощу. Брали другую ёлку, и так же, как и дубы священные, или орехи, орех грецкий также был, да? Вот так было. Вот, да. И эта роща постепенно, она что? Наполнялась этими деревьями, да? Деревьями, семейными деревьями. Но это символ потока энергии любви. Из восьмимерия в материальный план трёхмерия. Надо понимать наоборот. Понятно вам сейчас, да? Всё понятно? Да. Вот. Этот поток, мощный поток, портал открывается, этот поток идёт. Если человек любит по-настоящему, он включает этот портал, он сам того не подозревает, он строит части Творца. Если он, собственно, частью Творца, я-то вас что призываю, эти вещи говорю. Если вы частью Творца становитесь, что вам недоступно в материальном плане? Вам всё доступно. Любая ваша мыслеформа, она и выполняется, потому что Творец вас принял. Если вы действительно выполняете эти общие единые законы, и вы ими живёте, это у вас нормальный образ жизни. Но что интересно, что вам не нужно будет ни власть, ни денег, ничего материального, лишнего, вам ничего не надо. Вы будете самодостаточны тем, что у вас есть, что с вами Творец на одной, как говорится, половице, и вы часть его куда уж больше. Вы понимаете, куда уж больше. Это вот символ, вот он, да. А все остальные ветки, вот стоящие на этом вот стволе, это другие общие законные мироздания. Закон меры, закон сохранения энергии, закон равенств, закон подобия, понимаете, закон крайности. Они, они строятся вот на этом стволе. Поэтому первым, что надо сделать, научить людей любить. Если нам это удастся, всё остальное в лёгкую придёт, без проблем. И тогда нас делить-то не смогут. Ведь, понимаете, линия деления, она прошла не только междураслой белой. Вот вместе с немцами, чё делёмся-то? Уже целая тысячелетия всё драка. А ведь такие же люди, как и мы, и не хуже. Прекрасные люди. Вот в эту войну, я когда стал разбираться, ведь погибло с нашей стороны, и с их стороны равное количество солдат. Погибли самые лучшие. И у них ведь самые лучшие погибли. Они же шли, воевали, не понимая, что творят. Они же тоже нас пришли, и отчаянно сражались с нами. Они, на самом деле, считали нас уродами. Им же внушили, им же вбили в голову простынка солдата. Вот через влияние на подсознание опять. Да, Гитлер это хорошо был делать. Я вам просто показываю, как это было. Они, на самом деле, верили в то, что Гитлер им рассказал на этих речах. Там речи Гебельса надо почитать. Это ужас, понимаете? Что в наше время сделали с детьми? Это в Украине. Да, примерно в Украине. Откуда великие укра взялись? Это смешно. Нам их охочет, а они там рыдают. Это ужас. Все за правду. Так они принимают-то за правду, конечно. Это не в делке, но политика Путина, Владимир Владимирович. И что же вы хотите? Не просу. Ну, я не пророк. Поверьте, Володя делает все у нас. Пусть поляками там они были. А поляки с нами, кстати. Вот интересно. Вот что я хочу вам делать с этим, получается? Германия сейчас к нам, она изо всех сил к нам сейчас тянется. Вплоть до того, что вот сейчас вот туда еду, сейчас вот меня пригласили на встречу на 21 ноября. Перед будущим, у них конференция всех европейских, на все европейские конференции, меня пригласили одного из России. Вот она сейчас поедет, да? Я не знаю там, что буду говорить, но я так уже примерно знаю, о чем есть. Вот. Значит, немцы к нам, сербы к нам, финны к нам, поляки тоже. А что делать как к нам? Нашим, 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 нашим русским мужикам был. Ненормальным, которым мазуха пронули как. Ну, они, конечно, сами будут. Они не хорзлые, они русские. Но выделите горлично. А? Горлично. Я слиюсь, я не ругаю, я слиюсь. Да уж эти не методы, а? Горлично-то это же будет не методы, эти гибриды. Ведь мы же вот Чечню не отдали, мы же ее оставляем у себя, и они изменяются. Но пусть это дал. Такое вот. Ну, я не думаю, чтобы наших ребят на Украине сдали кому-то там на Западе. Ну, видите, они еще, видите, они не знают, как хорошо на Западе. Вот они там живут, когда у детей этих, ну, что это за арабы? Когда их заселяют, значит, ну, турки, арабы, негры. Вот, ну, тогда они взводят. Тогда они взводят. Вот. Так что вопрос. Скажите. А у нас же то, что мы переказываем? У нас пока не такая война наша. Ну, еще скажите. Бои люди, раз мы сегодня здесь все сейчас здесь, и что-то не расползлись, опять каждый к себе о чем-нибудь там думает, давайте конкретнее, чтобы у нас было следствие или последствие от нашей встречи. Мы здесь, как можем, делаем вот то, о чем вы говорите. Мы учимся, учимся любить, учимся строить отношения на вот тех качествах. Давайте конкретнее, чтобы мы после сегодняшнего дня здесь застолбили какое-то ядро вместе с вами к сотрудничеству вас. Послушайте. Я с чего наш сегодняшний разговор? Я сегодняшний разговор начал с ребятами из Пятигорска, которые организовали там русский национальный центр, который, этот центр собрал все общины в одно, за один стол. Кроме, кроме этого, в этот центр втекли эти кабардинцы, балканцы, понимаете, вот. Даже сейчас армяне приходят туда очень много. То есть, Кавказ весь собирается вокруг этого центра. И они решают наши вопросы. Что вам мешает культурный центр возрождения России поставить в Новосибирск? Понимаете, под культурой там все. Там танцы, там песни. Вот те же наши украинские золотые песни, как они поют на украинском языке. Соловьяненко, вы знаете, великий певец. Ну ведь это же все, кстати, на счет украинского языка. Почему я говорю хохлы? Ну жалко их. Этот язык три детка создавался искусственно. Искусственно создавался, понимаете. Пора бы перейти на язык, вот этот язык малорусский. Он чистый, хороший язык малорусский, киевский держит. На него перейти. Вот эти вот песни их, да. Ихнюю культуру. Понимаете. Вот всех наших народов, все формы культуры, они все могут вот собраться вот в нашем вот этом центре. И, конечно, там же и воинское будет, там будет. Там много что будет, там очень много что будет. И можно будет отсюда уже управлять своим городом. Уже вместе со спецслужбой, помогать. Как вот эти ребята, они работают вместе со спецслужбами. Вот в Петегорске. Они в команде работают. И там тишина. Мы сейчас были пешком прошли там 18 километров до Эйбруса. Поднялись там на 3000 с лишним метров. Там купались в этом, в источниках Нарзамах. И не один, все кавказцы какие там были, все улыбаются, все веселые, все нормальные, прекрасные отношения. Мало этого, вот мы были когда на встрече с этими ребятами, вот презентация книги была, да. Нас пригласили на банкерт всю мою семью. Мы там не знали куда деваться, там столы ломились, нас там посадили. Мы уже не могли оттуда уходить, нам надо. Так они говорят, ладно, мы уходим. Мы понимаем, что вы же кавказцы, мы любим вас, но давайте. Нам баранину, даже бутылку водки затолкали. Нас нагрузили, кто только быстро. Ладно, нам не торопились. Вот это действительно, что мог сделать русский народ. Национальный центр, вот Пятигорский. Видите, как это все сложилось? Вот сложилось вот так вот. И никакой этой вот межэтнической войны, никакой дрляхи нет. И даже, а? Это вековые традиции. У нас мы свои традиции. Не хотим признавать их Бога. Ну, русская традиция объединения. Объединение и нормальные отношения со всеми народами. Не навязывая им черт своего. Главные же смогли. И давайте мы так сделаем. Ну, здесь в Новосибирске. Что нам решать? И будет очень просто. И спецслужба, в которой я буду, будет тоже поздно. Они будут опираться на наш центр. Вопросов не будет серьезно. Да у нас хорошая традиция. Все поздно. Конечно, конечно. Георгий Алексеевич, вопрос. Мой имя Дмитрия, Народное освободительное движение. Вопрос. Как нашему движению и всем патриотическим настроенным гражданам помочь Владимиру Владимировичу Путину вернуть суверенитет в потерянном 1991 году? Я имею ввиду технологию использования подсознания. Вот это вот. Ваши идеи. Вот все, что я говорил, все это касается именно этого. Дело в том, что, чтобы начать какие-то подвижки мощные. Ведь Владимир Владимирович, вы сами знаете, он, как вы знаете, как таран. Он пытается проводить вот этот борьер, вот эти ворота в нашу Госдуму, которая на две трети до сих пор еще работает на Западе. То есть попытка какая у него? Переписать Конституцию. Если мы все вот сейчас возьмемся и поймем, что Конституция нам навязана американцами и даже не американцами, там кто-то над ними стоит. Отказ от Конституции и требования новой Конституции. Переференцию. Да, да. И вот в этом президенту мы капитально можем помочь. Потому что он именно вот этого хочет. А его все время блокируют, блокируют, не дают. Понимаете? Ну, тогда он будет... Ну. А если вы создаете вот этот центр, допустим, национальный, да? Ну, русский, национальный. Все объединятся. Все это совокуп, да? Все будут свои. Всем фронтом нужно будет объединить весь город. И представьтесь, миллионное население Новосибирска потребует убрать Конституцию американскую. Новую давай. А то же самое можно сделать в Красноярске, в Хабаровске, то же самое там же в Краснодаре и в той же Москве. Кстати, москвичей столько прекрасных людей, столько наших патриотов. Я никогда не думал, что такая Москва живая. Столько людей отличных. Понимаете? Обалденно. Там столько своих вот. Ну, они вот готовы на все. Понимаете? А? Я не знаю, откуда. Но они свои. Они переживают за страду. Есть столько там хороших людей, что, дай Бог, Москве, по-клонности. Молодцы, москвичи. Там во многом они молодцы. Наше движение достаточно развито в двухсот городах. А вот как нам мысли соединить именно, чтобы направить на уровне подсознания вот эту вот нашу энергию? Технологию не знаю. Ну, вы еще сами в начале пути. Совершенно. Когда вы определитесь, тогда это само сложится. Это же само складывается само. Эффект сотой петляны. Это, это, знаете, вот в горах падает снежинка, да, маленький хомон, и пошел. А потом уже получается внизу что? Абвад. Так и здесь. Если у вас сейчас соберется, вот у вас здесь построится этот центр, ну, скопируйте ребята из Пятигорска. Ну, скопируйте. К ним съездите, в конце концов. Там ребята вас примут, там, ну, великолепные люди, да? Вот. Посмотрите, как они работают. У них же можно поучиться. Вот. То же самое может быть в Красноярске, в Томске, до самого Универска. А у них, кстати, есть категор. А потом что? Абакан хорошо работает. Абакан хорошо работает. Абакан, да. Тут кругом. А потом это что? Сеть. Она складывается сама, складывается. Она автоматически сложилась. И общее мнение страны сразу что? И у Путина, допустим, нашего президента, у него, возникает мощная поддержка на уровне народа. То есть он уже ломает любые прибоны проамериканских друзей, которые сидят в нашей Госдуме. Он уже это легко сделает. Вот это можно легко сделать. Был бы желаю. Давайте, ребята. Можно? Я дала предыдущий муниципал сцепи развития русской культуры. Я в этом узнали в области администрации, который называется комитет по работе с функциональными и с культурными чекутами. И сказали, сейчас же все это с людьми прекрати, и имей в виду, что ты предупреждена. Вон есть чеченский центр, есть украинский, есть волдавский. Вот эти культуры поддерживай, а русский забудь. Так, дело как раз касается того, что даже в Конституции нет ни слова о русском народе. Вот примерно, да? И они опираются на Конституцию. Не о русском народе, а о русах. О русах. Имя предупреждительное, самоназвание. Теперь вот что вы имеете в виду. Да, я помню, что они хотят. Вы не обращайте внимания на то, что они хотят. Как не обращать? Я имею в виду, что я изнарит. Да что вы боитесь? Вы опять через страх радовались. Вот ребята, ребята с Петербургской, они ничего не боялись. Они просто взяли квартиру. Они квартиру в музей превратили и сделали из квартиры Сержа. И квартира частная. И кто вас оттуда выгонит? На каком основании вас арестовать? На каком основании вас судить? За что? Что вы там песни поете? Или танцуете? Русские? За это? Вы мне не рассказывали сказки. Это... Вы можете... Песни, когда сейчас будем петь песни до утра. И никто не придет, никто нас сюда не выгонит. Никто. И поэтому, если вы создадите вот такой вот центр, и не надо отчитываться там перед властями. Естественно, власти у нас оккупационные, они скажут нет. А что вы их слушать-то будете? Там тоже, блин, говорили в Петербургской. Нет, нет, нет. Они их не стали слушать. Они сразу сдались в тот центр и все. А потом в этот центр потекли остальные люди. Просто надо немножко раскошелиться на эти квартиры. Я говорю, что не надо бояться. Бояться не надо, абсолютно. Бояться не надо, абсолютно. Потому что нет причины, чтобы вас как-то репрессировать за это. За своим путем. В конце концов, можно подать в суд гадость. Там, там, там... Там, ну... Там, может быть, штабовый суд, который это рассмотрит. По этому шуму не захотят местные власти. Потому что, ну, нет такого закона, если мы поем русские песни, пляшивать эти пляски, за это нас будут репрессировать. Ну, это ж смешно. Ну, вот есть такое мнение, что это упреждает жизнь председателя. Генеральный директор Маков. Их теоретическая база на основе работ Хадыбова и Левашова. Они считают, что в своих работах, что будет превратована вся планета, вся физика планеты, и физика человека. А это в их планах идёт где-то, как на планах нет. Человеку остаётся только в их теоретических работах. Только подстраивать под их планы. Я бы хотел, чтобы вы познакомились с этим. И сайт сальвадорин.ру Спасибо. Знаете, Тавистовский институт располагал лет десять назад примерно 150 подобными институтами. Сейчас, говорят, их уже больше двухсот. И они, очевидно, растут и у нас прорастают. Как говорится, хотеть не вредно. Я только одну вещь скажу, что если мы дальше будем вот так себя вести, как сейчас, жить как обыватели, у нас мозги засохнут. Мы кончимся тем, что в обезьяну превратимся. У нас уже сейчас, не верите мне, проверьте, физиологи много это хорошо знают, и много написано на эту тему и статей, и в книгах это есть по антропологии современного человека. У нас мозгов меньше стало, не много, не мало, на 25%. Уже сейчас. Неандертанцы имели башку больше, чем нашу. И кроманиумцы имели хорошие мозги. Здоровые и большие. И ареньят человек имел хорошую голову. А мы сейчас вот так. То есть нам сейчас выход. Еще раз образование, еще раз образование. И опять дальше пойдем на объяснение нашего кинофонда. Это уже мы сами решаем, какими нам быть. А не они должны за нас решать. Откуда они такие взялись, что они за нас что-то решают? У них такого права просто нет. Они считают, что у них есть связь. Да они могут все что угодно считать. У каждого такая связь. У каждой сидящей в этом зале часть дворца. Это не надо доказывать. Это на самом деле так есть. Все мы часть дворца. Только они это понимают и создают вторение. Они считают, что Катлибов это ученый. Почти универсал. Он убит в 2010-м. Да, его работы закрыты. Я не знаю, я не читал его. Ну и в том числе и Левашова. Ну и Левашова я читал, знаю. Жалко Левашова. Что вы хотите делать? Я по творце пошел вопрос. Я сейчас откровение по маслу. Как вы? Знаком или нет? Не, не знаком. Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Тогда можно про закон свободы боли. Я сейчас вам объясню. Посмотрите. Чтобы какое-то знание похоронить. Это делается технологией. Какая технология? Вот смотрите. Какой-то сосуд. Вот он сосуд. Вот откуда взялось какое-то знание. Оно правильное. Оно нормальное. Оно отражает реальность. Бросили вот этот сосуд. Естественно, могут люди что? Заинтересоваться. Что надо делать? Десять, двадцать, тридцать туда бумажек накидать. Разные альтернативные вещи написать. А потом найти там правду. Вот это элементарь. То, что вы говорите. Тут на самом деле все просто. Ничего сложного. Вот то, что я вам говорю. Перекодировка подсознания. Знание общих единых законов. Накладывается сверху академическое знание. И дальше ничего не надо. Дальше идёт уже поработанная планета. Преобразование планеты. Извинение уже строя. Дальше плановая экономика, естественно. Вот. Потому что план нужно уничтожение пустынь. У нас посадки лесов. Возрождение ландшафтов. То есть дальше идёт уже обустройство самой планеты. Как это должно быть? Мы для этого и пришли на Землю. Не для того, чтобы её продать всю. И в помойку превратить. Это же сумасшедший дом, что сейчас происходит. Ну вот. Мне кажется, я всё сказал. Ваши строители почему-то не работают. Я пытался много раз обойти. И вам планирую. Я только сегодня. Не знаю. Я уже полтора месяца в дороге. Поэтому не знаю. Вчера смотрел. Работает. Ну, стадии наполнения. Ну и всё. Работает, всё работает. Можно подробно немножечко рассказать о законе свободы воли. Я лучше это всё хорошо напишу. Потому что если я буду сейчас рассказывать, мы будем сидеть ещё два часа. А нам уже всё. Спасибо большое за то, что у меня наши люди прийти и послушали. Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...